Тяга к творчеству у автора этой выставки проснулась рано. Первые рисунки девочка сделала в 4 года. Брала просто карандаш, ручку, рисовала на всем, на апельсине, на обоях, на дверях дома. Родители, обнаружив большую любовь к творчеству, записали дочку в художественный кружок. Девочка училась живописи до окончания школы. Многие пророчили ей большое будущее. Но вопреки ожиданиям окружающих, Алиса поступила на факультет мировой экономики, отодвинув свое увлечение на второй план. Новая волна вдохновения захлестнула девушку, когда она приехала в Америку по программе обмена студентами. Когда я оказалась именно на океане, и вот эти эмоции этих волн меня начинали вообще захлестывать. И я решила, что такое нельзя просто так легко написать. Я хотела передать именно вот эту внутреннюю страсть, внутренний трепет, который я ощутила, будучи там. Хотела вложить в картину, чтобы зрители это смогли прочувствовать. За все время пребывания в США Алиса посетила 25 штатов. Именно там родились эпизоды для многих картин. Маяк Портленд, Акадия, Гранд Каньон и Йеллоустоун. Впрочем, природные объекты всегда вдохновляли девушку. Я с детства постоянно ходилась в природе, и я просто обожала наблюдать за всеми явлениями природы. Любила наблюдать за мелочами. И я просто в детстве наслаждалась этим. Я не думала, что я это буду передавать. Я просто понимала, что большинство людей у нас в Сибири никогда не были в таких местах. Я думаю, почему бы мне не поделиться красотой этих мест, что я для себя открыла с людьми здесь. Алиса очень любит путешествовать. Именно поездки вдохновляют автора на новые работы. Так на картинах появляются Алтай, Шерегеш и, конечно, окрестности родного ей Прокопьевска. Мне понравилось именно из-за того, как они нарисованы и под каким ракурсом сделаны. Ракурсы так хорошо подобраны. Мне очень понравилась эта выставка. Картина очень красиво написана. Они отсылают на многие места Америки и нашей Сибири, раскрывая красоту этого мира и всего. Какой-то дух в них есть, можно так сказать, как живые. Айвазовский и Шишкин для Алисы кумиры. И в своих работах девушка старается передать всю красоту природы в точности, чтобы каждую деталь зритель мог рассмотреть в отдельности. Мастерство самобытной художницы признают и специалисты. Зимой у реки. Эта работа стала победительницей международного онлайн-конкурса, в котором участвовали художники 10 стран. Для меня это стало очень удивительным, неожиданным моментом, потому что это была одна из первых работ, которые я написала профессиональным маслом. Для меня она особенно дорога. То, что эта работа была отобрана победителем, для меня стало большим сигналом на то, что значит, что чего-то я стою, что моя работа чего-то стоит. И, конечно, это было большим вдохновением, толчком на то, чтобы продолжать творческий путь, развиваться и писать больше работ. Как говорит один из моих наставников, вся жизнь и один день. Потому что, чтобы написать какую-то работу, идешь к этому всю жизнь, используя предыдущий опыт, какие-то навыки, которые набираешь всю жизнь, и потом вкладываешь в каждую новую работу. Живопись в большей степени хобби для Алисы. Работает она преподавателем английского языка. В общем, успевает многое. И вы успеете познакомиться поближе с творчеством нашей землячки. 19-я персональная выставка в Кузбассе будет работать в Таштагольском музее до конца августа.